За святую Русь помолю Пасковское время 16 часов Пасковское время 20 часов Так, я начинаю 148 подряд вебинар Скоро юбилейный 150 будет дожить бы Так, начинаем Вот она лекция 148 Вот, и как обычно начинаю с подарков Раис Галиев Спасибо огромное за эту фотографию Персик Хасанский, урожайный 4-й год Вырошенный из косточки Так, идем дальше Полюбовались? Валерий Константинович Здравствуйте, это Людмила из Комиграда Ваша поклонница-ученица Я ее в последние разы вспоминал как-то Где она, что она, как у нее дела идут Начало было, можно сказать, грандиозное И вот она присылает мне вот это письмо Подняла старые записи Полученные от вас два черенка вишни С генами черешни Были привиты на две растущие ряда мелкоплодной вишни Которые в итоге стали крупноплодными вишни и черешни Вспоминаем, мне не стыдно было еще раз показывать фотографию Мне на память-то как раз Я все, только одно помнил Калининградский образ Две фотографии Роскошнейшая вишня на одной Черешья на другой И когда я возопил Где вы Я уже не помню даже как вас зовут Все-таки нашлась И Подтвердила И это, видите как Мы много будем говорить И призывать науку повернуться К настоящую науку То есть она зашла в такой тупик Там несколько тупиков Я про них рассказывал А прямая дорога К успеху К этим самым К нобелевским премиям Все это закрыто напрочь Причем Только впечатление, что Ну нахрена не надо Повно же этих самых Груш, яблок Абрикос, персиков Каждый год Круглый Никогда не прекращается Вот На этой стороне планеты Зима На той стороне планеты Лето Привозят И вот получается так Этот пример для меня Огромной важности Тем более, что И не я это все придумал Это письмо от нее Вот Значит я вам скажу Что такое Вот это вот Вишня с генами черешни Вот Что это такое Обыкновенная Мелкоплодная Вишня С очень кислыми плодами Я ее использовал Как подбой Так Ну и Она хороша тем Что есть ее Почти невозможно А но я ее улучшил Как Вот дерево Как стояло Так и стоит И сейчас В него было В него было привито Три черенка Черешни Плоды Наверное Ухрупнились А Ветки черешни Все три погибли Постепенно Но я Не слепой Я маленько Разбираюсь Я сам С украиной родом Я сам вырос На вишнях И на черешнях Причем Абсолютно съедобных И вот Я вижу Перед собой Чудо Оставалось Доказательство Они были нужны Невероятно Нужны Потому что Да Я утверждаю И сейчас Что Война Между Истребительная Опустошительная Война Представляете Как сейчас Тишина Боднер умер Платинков умер Вот Я восьмое Десятилетие Проживаю И тишина А вокруг Мертвые деревья Стоят А почему И залезли Не туда А куда Надо было Страшно Мороз Тепо двое На них Привое Но Ученые Даже тогда Еще в Сталинской Война Видели Меняются Меняются Плоды Значит Можно было Придать Целенаправленный Характер Но Они имели Врагов Не потому Что Они ошибались Допустим Что в Экзативной Граждации Одни говорят Есть Другие Нет По чисто Политическим Причинам И по Шкурным Причинам Вопрос Шел За это Или Ты Никто А я Я тебя Похоронил И я Теперь Профессор У меня Двойная Зарплата Это было Немало Против зарплаты Рабочего Или тройная Вот У меня Казенная Квартира Сталинского Типа С потолками Восемь метров Вот это Было То есть И эта война Уничтожила Направление Ветативной Граждации И вот Просто Вот он То что у меня Получилось Надо было Добиться Дальше Результат У меня Уже они были Куснее И крупнее Два раза Фотографии Я показывал И вот То что Случилось В Калининграде У Людмилы На одной Огромные плоды Вишни Еще больше А на другой Чисто-черешнего То есть Вопиющий Стопроцентный Вегетативный Гибрид В одном случае И уже Супер Вегетативный Гибрид В другом случае Вот Вот Несколько лет Я об этом Рассказывал Пока Где-то Людмила Ну Немножко Нет Не общалась Со мной А такие случаи Они должны стать Примером того Что Да Разгромлена была Школа этих самых Латинковской Помните Вот эти вот Две дамы Одна из них Более активная Ольга Исакова Объявила Что Она как Она взяла Старую Самую Старую Ну Скопировала Цитату Причем Не думая О чем она говорит Совершенно Потому что Ей главное было Доказать Что я Железу Там Как-то Лун Машени Как-то Проходимость Вот И чтобы это доказать Она подобрала Цитату Где написано Черным повелом Что Виктативная Гобилизация Это уже наука А у Мичурина Вот Столько Трудов Которые Не снились Этим дамам Выпустим Сантимир И не снились Даже Что такое Огромный Труд Который Опровергли Только потому Что Ушло То поколение Политиков И то поколение Ученых А победители Это такое Ничтожество Как я сейчас Понимаю Они Запретили Они отказались Они поставили Вот такой крест На Ученых Все сады были Вот как у меня Сад Стоит только Вот сделать Так Как и делали Мы И вот Каждый Такой Пример И сейчас Никому Хватиться За это Это Должен быть Ученый Уровня Маршала То есть У него Должно быть Звание Академика Не меньше Понимаете Ну он должен быть Наш Ну где его Взять Там Там уже Такое Почти Что была Проведена Селекция Не дай бог Что у кого-то Мозги В эту сторону Поверутся Не дай бог Ведь тогда Придется Представляете Дошло Допустим До Путина Там До этого Там Еще до Кого-то Вот Ну Эти-то не годятся Современные Это эти самые Министр науки Не годится Министр Сельскохозяйства Не годится Современные Вот Академики Не годятся А когда-то Это надо Тогда Представляете С этого Начется все А пока Вот она взяла Получила Так она Получила Даже не то Что у меня А следующий вариант Почему Я повторяю Уже который раз Вегетативные гибриды Не повторяются Они есть У меня Вегетативный гибрид У нее Получился Другой Вегетативный гибрид Так И вот Все Вот это Благодаря Вот этого Все Что я сейчас Сказал Добавляю Вот этого Письмо Черезки груш Привиты На молодую Местность Слива Груши С непосыми Плодами Верхушки Черезки Черенкова Жаль Было Выбросить Поэтому Прививал На яблони Руголь Рябинах На Эльгене Прижились А абрикосы Привала На сеянце Я вот Как-то Показывал Чудо Груши На яблони Вот такими Плодами А абрикосы Привала На сеянце На каком Из них Выросли На 130 грамм Даже не знаю Я вынужден Повторить Я не могу Успокоиться Вот это Калининград Вот это Бай Который У меня 60-70 грамм А потом Вспоминайте Фотографию Чернобаева Примерно Такого же Уровня Лежала На граненом Стакане Сверху Вот Видите Огромное Спасибо Вам Сергеям Еще Не все Волочная Вишня Плодоносит Изумительно Крупными Плодами Тут Вот Друзья Что Я Сам Себе Думаю Она у меня С кислинкой Я не отрицаю Правда Там Именно Те кусты Где Я поливал Персики Она Получилась Еще Более Сладкая И Все Таки Уже Лучше Чем У меня В Омске Но Самое Главное Что Тут Еще Лучше Почему Потому Что Где Теплее Еще Больше Возвращаются Те Самые Качества Культуры Которые Заложены Были Изначально Идем Дальше Снова Калининград Это Потому Что Я Раньше Рассказал Добавиться Еще Вот Это Письмо Смотрим Добрый День На Связи Калининград Спешу Поделиться Радостью Груши На Альбине Очень Вкусно Я И то Сомневался У меня На Черноплодке Груши Получились Совершенно Культурные Груши Вкуснейшие Которые Я Привез С Еревана Они Были Несъедобные А у Ни Получились Съедобные Вот Она Волшебница Вкус Нежная Сочная Сладкая И Совершенно Без Каменистости Возможно Играет роль Еще Какой Сорт Привез Там У меня На Черноплодке Не пошло Здесь Какая Какая Может Быть Рябина Красноплодная Черноплодная Этот Вопрос Еще Людмила Потом Расскажете Какая Может быть У вас Все таки Красноплодная Рябина Еще Раз Благодарю За черенки Смотрим Сюда Вот Эту Фотографию Она Прислала Людмила Из Калининграда Мне кажется Что Она Не Привеличивает Груша На Мне Пошел Кажется А Вы Знаете Еще Какая Груша Это Все Таки Если Это Моя Груша То Она Упоминает Мои Черенки Это Красавица Красавица Туда Испортить Трудно Подвоем Красавица Это Супер Сорт Кстати Ходить Я вам покажу Вот Она Посмотрите Красота Какая Выбирал Конечно Получше Ну Вернее Покрасивше Плоды Мелкие Где-то Не В Среднем Полтора Дораза Больше Нет Не Среднем А Максимально Ну Так Вы Полюбовались Ну Тогда Уже Покажу И Гигант Подмосковья Тоже В этом Году Мелкие Вот Они Надеюсь Хорошо Видно Ну Тогда Ладно Покажу Вам Вот Это Чудо Хотите Видеть Как Вылет Настоящая Обработная Груша Вот Видите Здорово Да Вот Ну Тогда Уже Еще Покажу Ладно Космическую Посмотрите Красота Какая Самое Интересное Что А Они Еще Кстати Не спел Мне Пришлось Перестараться Вот Я Эти Груши Сорвал Как Сорвал Сорвал Все Добавил Я Горжусь Тем Что Человеки Мои А Деревь Уже Его Но Я Вроде Тоже Самый Я Не Как Та Блоха Которая Сидела Как У нас Принято Блоха Сидит Между Лошади Между Ушей Вот Тут Вот Целый Сидит Лошадь Пашет И Блоха Тоже Говорят Мы Пахали Мы Блохой Но Я Надеюсь Они Не Как Та Блоха Потому Что Черенки Вы Выстраданы И Вот Пришлось Нам С ним Он Отрывал Я Говорю Ой Ой Это Самое Планушку Испортим Ну Он Почему Не боится Оторвать Но Дело В том Что Это Вопрос Мировоззреческий Они На грани Созревания Поэтому У него Может быть Плодушки И не Замерзнут А я На всякий случай Придержу Такого Мнения Лучше Пусть Упадет Пусть Меньше Полежит Но Плодушка На следующий Год Вот Эта часть Снова Заплодилась Ну Я Не отвлекся Это И есть Учеба Вот Я Одна из Миллионов Одна из Миллионов Почему Потому что Что У вас Все Получается Чрезмерно Ну Что Это Такое Остальное Миллион Вот Так В общем Вы мне Прислали Видеофильмы Нет ни сил Ни времени Ни возможности Ни здоровья Чтобы Сейчас Их Открыть Я потом Их Открою И Сделал Отдельные Фирмы Буду Останавливать Комментировать Ваши Эти Потому что Кажется Несколько лет После них Вы Не зря Прожили Вот И все Это Мы будем Изучать Ну А что Касается Очередной Так Сказать Пример Вот Это Важно Вопиющие Вишни Превращенные В черешню Настоящую 100% Черешню Вот Еще направление Ягодное Груша На яблони Груша На Допустим На Рябине Но Тогда надо Продолжать А кто Будет Продолжать Ведь Почему На рябине Если вкус Испорчен Надо Продолжать Но это Надо Свою Поколение И опять На рябину Еще Одно Поколение На рябину Добиться Идеального Совместимости Биологической Идеально Это 3-4-5 Поколения Так Но это же Не ваша работа Люда Все Это не ваша работа А рябина Это на 10-15 Градусов Морозостойчивая Любой Груша Кроме Может Иссурий А Вот так Вот Ну Я Что Написал Нужно Создать Отдел В Академии Наук По изучению ВГ По изучению Реального ВГ По изучению ВГ Сделано Любителями Нету Ничего Близко Я уже Столько лет Я залажу На эти сайты И там Тимирязвики Я уж не буду Говорить про все Вот Господи Боже мой Я вам сейчас Покажу Эту Тимирязвику Вы сейчас Благодаря мне Еще не дай бог Ее закроем Вот Потому что Ну нельзя Так дальше Ведь Как можно Закрыть Главное направление И все эти Годы Делать Вещание С истой Так Здравствуйте Валя Константинович Это Марина Кодина Иркутска Отправляю вам Отзыв За саженцы Которые Мы брали Осень 2020 года Погодите Так А сейчас 21 Осень А ну Ничего не путается Может быть 2019 Так Спасибо вам Валерию Железу За такие Саженцы Это Сергей Занимается Саженцами Видимо Отмечает Марина Кому-то На своем На своем На своем Сайте Страница Научила Конечно Отец Отец Стоя Передайте Над нашей Семьи Благодарность Передала Вот это То что Она мне Вот это Прислав Это Есть Благодарность Не взвешивала Собрали 65 яблочек Для первого Года Хорошо Ну то есть Я понял Так Не успели Сразу Дерево Посадить Сразу Урожай Конечно Я сразу Вот такие Первые Урожаи Это Просто чудо Если все Правда Осень 20-го Года А сейчас Уже Дород Неполный Год Что Это Первый Плавношение 65 яблочек Смотрим Сад Марины Хамутова Первый Урожай Спасибо Марина Будем ждать Сабрикосов Косик Ну вот Я первый Урожай Яблок Ну что Я скажу Я просто Решил Так Чтобы Повыгал Малерик Марину Которая Присыл Это Для меня Подарки Вот Это Вот Для Сергея Железова Само собой Вот Она Марина Вот Вот Она Рекламирует И пытается Продать Практически Без Всякой Выгоды Мои Книги Мои Брошюры Вот Они А вот Это Марина Вот Иркутская Вот Ее Сан Вот Посадка На Холм Вверху Написано Это Нас Майя Школа Вверху Вверху Субтитры